Вы знаете, Песах, пройти мимо, чтобы таки было понятно, как я это понимаю. Диверсионные группы иудейские произвели диверсии в Египте. Это было очень давно, в 11 веке до нашей эры. Произвели умершвление нескольких юношей из знатных семей. И это все трансформировалось и воплотилось в это Ветхозаветское, сначала Тора, потом Ветхий Завет, легенду и миф о убийстве всех в Египте первенцев. И якобы это сделал ангел смерти, пройдя мимо Песах иудейских домов, обмазанных кровью. Косяки, двери и все такое. Жертвенных баранов. Пасха. И после этого они очень тысячу лет отмечали Пасху, как вот суперудачную диверсионную операцию. А потом Христос воскрес в этот день. И вот так это все транспарентно трансформировалось. Я это так понимаю. И рекомендую вам так понимать. Будем считать это правдой. А Пасха это не Песах. Пасха это символ жизни. Победа жизни над смертью. Христос воскресе из мертвых. Смертью смерть поправ. Исущим Бог рабе их живо даровав. Вот так оно и есть на самом деле. Поэтому 28 апреля, послезавтра, празднуйте. А сегодня скорбите. И завтра скорбите. И в этом есть смысл скорби. Человек плачет над своим грехом, над своей глупостью. И радуется победе над своим грехом и над своей глупостью. То есть становится умнее, добрее, чище. И к Египту это не имеет никакого отношения. По крайней мере, ну так вот. Мифологически только. Мифологически. Мифологически.